Как вы думаете, чем отличается хорошая качественная водка, которая продается в городе Малитогорске, ну, Финка, например, от Абсолюта, который продается в Америке, в Турции, в Германии, да везде? Да ничем не отличается, и того, и другого можно так перебрать, что плохо станет. Чем отличается свежий воздух в Уральских горах? Вот свежего воздуха, ну, допустим, на Альпийских лугах, да ничем не отличается. Вот тем можно наслаждаться и другим бесконечно долго. Но бесконечно долго наслаждаться, допустим, аккумуляторами нельзя. Нельзя. Если вам кто-то поет сказки про то, что ваш импортный такой навороченный аккумулятор вам прослужит долго, то это бред сивой кобылы, извините. Потому что, ну, я, наверное, штук пять аккумуляторов из исключительно качественных, купленных в одной многоуважаемой торговой сети, потом выкинул. По какой причине? Ну, причину мы сегодня узнаем. А зачем мы сюда приехали? На выезд из южных районов города. Ну, город здесь не заканчивается, город заканчивается примерно через 5 километров. Мы приехали сюда, на улицу Калмакова, 66, дробь 3. Здесь АЗС Радужная находится. Да, вот, ну, куторки уже закончился, поселочек. Для того, чтобы здесь приобрести, ну, вот, допустим, здесь в магазине, трондулет, таком замечательном, себе аккумулятор тюменского производителя. Это выгодно. И это действительно качественный товар. И вот мы потом уже не один раз сюда приедем, чтобы показать, как владельцы крутых кукурузеров, как владельцы меринов приезжают сюда. Сначала недовольные, а потом уезжают довольными. Поздравляю, господа. Творение Господнее, созданное созидать и разрушать, научилось делать вещи движимые, способные прожить, и дольше установленного жизненного срока. Человек, считающий и зарабатывающий, лучшая часть человечества разумного, понял, что разницы в оригинальных и неоригинальных запчастях нет, а АКМ, собранный в Занзибаре, стреляет так же, как и собранный в сарае. Ну, простая и неприхотливая конструкция Калашникова. То есть сделать дубликаты – это выгодно и прибыльно. При работе с более пластичными материалами возможность сделать свое и лучше, чем фирменное, очевидно. И зря вы думаете, что в России не умеют делать отличные вещи. Зря. Мы, обладая колоссальнейшими запасами, можем делать и делали. Сталь чуть хуже, чем в Германии, но на уровне США. И лучше, чем в Азии. Истребители пятого поколения курят по сравнению с нашим четвертым. Вот и аккумуляторы мы делаем сейчас лучше, чем на Западе. Нам, россиянам, вообще свойственно пожрать аккумуляторы. Только русский человек, экономя на замене фильтра и свечек, может в конец умаслать его на морозе. Только русский человек, не найдя, естественно, розетки в кемпинге и не найдя кемпинга как такового, может самым и усилками усосать даже 100-амперного монстра. Так почему мы ранее, мы, владельцы иномарок, не обращали внимания на отечественные аккумуляторы? Правильно. Одна полярность и одни размеры. Тюменский завод по производству аккумуляторов снимает эту проблему. Любой аккумулятор, независимо от его марки, независимо от его бренда, имеет одинаковые сроки годности. И изготовленный из одинакового материала, он обсыпется, конечно, за достаточно небольшой срок. Максимальный срок хранения неэксплуатируемого аккумулятора примерно полгода. Поэтому все уверения любого сервиса и любого специалиста о том, что якобы этот аккумулятор, который изготовлен полгода назад, а того и больше, в хорошем состоянии, это, конечно, ошибочное утверждение или прямой обман. Аккумулятор должен быть, со сравнительно недавно даты производства, я думаю, в пределах месяца максимум двух. Это будет тот элемент аккумуляторный, который будет вам служить верой и правдой достаточно долго. Так, вы меня вот прямо так озадачили и прямо убили. Я что-то понял, что вот я отдаю машину на сервис, да, а сервис у нас интересный и дивный, то есть и вот одна машина у меня уже там полгода на сервисе. То есть машина не эксплуатируется, и я что, буду попадать на цену импортного аккумулятора? Он стоит недешево? Или можно найти отечественный достойный аналог? Да, конечно. Достаточно много причин обратить внимание на продукт производства Тюменского аккумуляторного завода. Чем он хорош? Он изготовлен абсолютно на том же самом оборудовании, на замечательных передовых технологиях, из того же самого материала, и стоит он гораздо меньших денег. Если быть конкретным, то импортный стоит от 3 тысяч и дороже, а наши аккумуляторы достойного качества от полутора тысяч. То есть цена ровно в два раза. Я не вижу причины переплачивать в два раза. Так, хорошо. Ну, все понятно. Отечественная соляная кислота, точнее, отечественная серная кислота, отечественная свинеца, вообще ничем не отличается. Так же, как и отечественный полиэтилен, из которого собраны эти аккумуляторы. Вот западного. Тут, как бы, ну, двух вариантов нет. Тут варианты. Если у меня полярность другая, если у меня японский маленький автомобильчик, ну, а не маленький автомобильчик, там аккумуляторы маленькие, японцы, наверное, соображают, что два года поработал и выкинул, поставил новый. Вот пять лет назад я даже и не задумывался, ехал в дорогущий магазин и покупал. Сейчас, как мне подойти к тому вопросу, если я хочу поставить 90 Ач, 100 Ач, если я хочу поставить, ну, узенький, такой вот, 50-ку, 40-ку. Да, за последние пять лет Тимянский завод очень вперед шагнул на большой скачок сделал. Очень широко, сильно раздвинул свой ассортимент. То есть, если раньше была проблема подобрать отечественный аккумулятор на автомобиль, там, японского производства или, там, американского, то теперь с этим проблем нет абсолютно. Наши аккумуляторы изготовлены для любого вида техники. От мотоцикла до любой сельскохозяйственной единицы. Любого, любой ценовой категории и любого размера, скажем так. Любых габаритов и любой мощности. Есть выбор, есть варианты. Ну, понятно. К вам ездят оптовики. Дальше это уже бизнес оптовиков. А если я хочу купить аккумулятор по оптовой цене, то есть еще дешевле, минус 25%, от базара куда ехать? Без проблем. Наши розничные цены, наши розничные цены очень прекрасно конкурируют с многими оптовыми. Если пройтись по нашим известным оптовым базам, то вы будете приятно удивлены, что местами мы в розницу продаем аккумуляторы гораздо дешевле, чем это предлагают оптовики при оптовой закупочке. И куда ехать-то? Давайте назовем. И, скажем, у нас три магазина. Основной из них расположен на улице Калмыково. Калмыково 66, дроп 3. То есть это адрес данного магазина. Еще один находится по адресу Магнитная 1. Достаточно легко найти это строение. И площадь Горького 2. Там тоже можно приобрести любой из ассортиментов этих аккумуляторов. Площадь Горького 2. Это рядышком, где я живу. То есть если я не заведусь, мне проще к вам туда прибежать, взять новый аккумулятор, воткнуть и ехать спокойно. Да, конечно же. Вам не придется куда-то далеко ехать. Как вы заметили, наши магазины находятся в разных районах. Они где-то не сбиты все в одном месте. И, скажем, человеку всегда будет из какой-то определенной точки приехать туда, куда ему ближе. Купить новый и сдать свой старый по приличной цене. Это даже интересно. То есть я могу попросить соседа прикурить мне мой подсевший аккумулятор. И мы должны сказать, что даже в лохмоте усаженный аккумулятор позволит вам до сюда доехать. А потом просто хр-хр. А деньги это стоят? Да, конечно же. Любой аккумулятор принимается, ну, отработанный аккумулятор в любом состоянии, будь он сухой, вылитый, разбитый, неважно. Принимается за гораздо большую сумму, чем это делают гаражные приемщики, цыгане или кто-то иной. Великий финт ушами наших ненаглядных и таких раскрученных продавцов, наворачивающих нам лапшу на уши, мы развенчаем чуть позже. Реально и в цифрах. Для этого достаточно проехаться по всем точкам, где продают аккумуляторы по оптовой цене. Горького 2. Это Ленинский район. Хотелось бы умыться горючими слезами, съесть с досады чего-нибудь несъедобное. И спасибо Никите Хрущеву за непечатное, но емкое слово. Интересно, в то время они-то были? Которым я бы тоже охарактеризовал продавцов, продававших мне дивные импортные аккумуляторы. Они осыпались и не экономили мне деньги. А сейчас на сумму сэкономленную можно было бы, эх, как отдохнуть. Теперь и почему наша качественная водка круче Абсолюта, наша кислота кислее и наш свинец крепче. Наглядно. Знаете, чем отличается автостоп от топ-гера? Я сейчас объясню. Во-первых, я создавал, когда автостоп, я ориентировался на топ-гер. Но сейчас топ-гер стал немножко другой программой. И согласитесь, ну, я бы тоже мог обкакать с ног до головы любого. Труда большого-то и не надо. измываться, стебаться. Ну, на позитивчике предпочитаем работать. С 95-го года, кстати. И ни в коем случае мы не хотим опустить непродукцию Power Bull'а. Отличные аккумуляторы, да, если свежие. И, разумеется, Varta заслуживает уважения. А мы просто решили по-топ-геровски кое-что раз потрошить. Ну, чтобы вам наглядно показать, что тут разницы между тюменским, немецким, точнее, американским и вот немецким аккумулятором нет никакой. И что вы думаете? Ну, давай, Леха, в таком красивом одеянии налей на себя кислоты побольше. Испортить свою фирменную курточку. И не получится. Попросили специалиста. Ни в коем случае этот эксперимент не повторять. Тут достаточно автостопа. Все дело в том, что самый доступный свинец 30 лет назад используемый на рыбалке и растапливаемый на кухне в столовых ложках брался, естественно, из эбонитовых аккумуляторов. Эбонит – материал диэлектрический, хрупкий. Раз уронили и до свидания авто. Месяца на три, а то и на полгода. Аккумуляторы тогда, как и авторезина, как и сами авто, были пределом мечтаний. Туда бы сейчас автобаранов отправить, а вось научились бы внимательнее ездить. Сейчас аккумуляторные батареи делаются из полиэтилена. Так что только болгаркой. Но если в наличии свинца в отечественной батарее сомневаться не приходится, то есть ли он в импортной? Препарация помогла разобраться с решением этого вопроса. Вот такое выражение на лице у меня появилось, когда я понял, что нас немножко так имели производители. Я не знаю, в чем тенденция и в чем тут смысл, но после того, как мы скомандовали перейти гирю шура, она золотая, мы поняли, что золотым оказывается, в смысле, качественным. и оказывается наш свинцовый коммулятор. Вот обратите внимание, хваленый экземпляр, голубенький весь такой. Вот этот песочек, который вот так вот рассыпается, в варианте, но с голубеньким производителем, оказался прикрепленным на полимерную основу. Так, вот америкоз. Все понятно, как там, где тут вообще свинец, я, честно говоря, не вижу. Ну вот, тут пластинка в принципе, в принципе есть. Ну вот так вот она выглядит осыпавшееся. Да, и какая опять же какой-то свинец уже порошкообразный стал. Придется потом руки мыть, никогда не повторяйте это. Кислота все-таки. Спасибо, Грин, но у меня скажу. И вот он, наш мощный свинец. Да он держится до сих пор. И отковырять его можно, ну с огромным трудом. Так, после всего того, что я увидел, я понял, ребят, наши танки прочнее и быстрее. Вот, наши самолеты однозначно лучше, хотя и жест больше терафина. Вот, аккумуляторы наши рулят, извините, и по цене вопроса тоже. Три раза дешевле. Вот таких хваленок экземпляров. Отечественное телевидение поголовно страдает несколькими недугами. Мозолистостью языка от зализывания власть имущих, диареей от бандитско-милицейских ужастиков, болезнью Альцгеймера от сериалов. И, пожалуй, только регионалы, вынуждены своими не самыми умными, ну куда уж нам до столиц мозгами, делают научно-познавательные и позитивные, по сути, сюжеты. Но не видел я ни разу, ни в одной передаче, столько аккумуляторов. Реально, одной, естественно, не самой маленькой фирмы, утилизируемой в городе с автонаселением 175 тысяч автожителей в неделю. На магнитной, в очередном подразделении по приему бушных аккумуляторов и реализации тюменских по оптовой цене нам повезло это сделать. 25 тонн в 4 дня. Несложные арифметические расчеты показали. 75 тысяч ампер-часов и 1250 аккумуляторов в среднем никогда более не послужат нашему автопарку. Аккумуляторы, по сути, такой же расходный материал, как и масляный фильтр. И еще немного математики. Если вы за год проезжаете 1050, то на одни только фильтры вы за два года потратите денег больше в два раза, чем на один тюменский аккумулятор. Теперь, я думаю, все разжевано. Осталось только переварить. Почему вы взяли тюменский аккумулятор? Ну, в принципе, я давно автомобиль с большим стажем имею в своей газели. И как-то вот таких нареканий я не имел до сих пор. Одно время было немножко, что качество ухудшилось. Ну, видно, как-то внесли поправки. Сейчас нареканий не имеем. Аккумулятор, ну, во-первых, три плюса, удобно, с ручкой, как говорится, и практично, и цена, в принципе, довольно-таки приемлемая. Ну что, век живи, век учись. Я лично для себя должные выводы сделал. Обидно, конечно, но владельцы лексусов и кукурузеров в очередной раз оказались умнее владельца 6 литров. Ну, и это радует. Есть люди и мудрее. И теперь при первых намеках на необходимость постоянной эксплуатации авто с проводами и матами я слова другого рода буду говорить, приобретая себе тюменский аккумулятор. Ну, наверное, не мне объяснять, что те люди, которые зарабатывают на такие машины, должны уметь грамотно тратить деньги. Это грамотный вариант? Да, я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что даже вот найти какой-то аккумулятор, который должен быть и вот в нем стоять, я вот не знаю, где его искать. И я думаю, что он стоит больших денег. Где обслуживается машина? Я спросил, они мне объяснили, я не смог найти. А товарищ у меня занимается, приехали, поставили, поставили меньше, чем был аккумулятор. А он работает нормально и, в общем-то, во всех различных тяжелых условиях тоже справляется. А самое, что интересно, он, по-моему, очень дешевый. Я сильно не вдавал с подробностей, я не помню, там, как-то мне его отдали очень дешево. Ну, как бы, я думаю, что нормально. Думаю, что будет, в общем-то, хорошо. То есть, если посчитать, то по цене оригинального аккумулятора на автомобиль Lexus, я даже боюсь сказать вам, сколько вы заплатили за этот аккумулятор в фирменном центре. Вот. Но, по-моему, можно штуки 4 вот такие купить. Я думаю, больше. Я думаю, больше. И вот этих вот 4 будут всяко дольше жить, чем один фирменный.